Много мы сегодня слышали и видели, и также и практиковали сейчас в своей жизни. И все как-то склоняется, все к одному, это к единству, к единству в Иисусе Христе, что мы искуплены Его кровью и Его телом, Он понес за наши грехи наказание за нас, не за себя, а за каждого из нас. И вот сегодня мы это вспоминаем, почему практикуем, потому что мы сейчас приняли тело и кровь Иисуса Христа, чтобы вспомнить то, что Он сделал для каждого из нас. И вот сегодня я хочу с вами также прочитать одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 11 стиха. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот здесь это место говорится о единстве. Павел говорит, что Иисус Христос поставил одних апостолами, других пророками, пастырями, учителями, для того, чтобы созидать церковь. Христос дал каждому из нас определенные также и дары, для того, чтобы созидать церковь. Если мы, придя в дом молитвы, ну вот, дом молитвы, да, наш, уютный, нормальный, стулья стоят в порядке все, так как по рядам окна в своих местах. Но если мы, придя сюда и увидим здесь, зайдя в дом молитвы, или так со стороны идем, и увидим, что крыша как-то перевернута, вот так она вот так вот, не вот так вот, как у нас, а наоборот. Вот, кирпичи торчат один в одну сторону, другой в другую, окна перевернуты не вертикально, а горизонтально. Решились бы войти в такой дом, в любой, решились бы войти туда, чтобы там быть. Я думаю, не каждый бы решился, потому что это опасно для себя, опасно для своего здоровья, потому что мало ли, что там разрушится. Вот это подобно, вот, как тело Христа, оно созидается. Петр говорит в своем послании, что вы камни живые. Камни, это каждый камешек, вот в этом даже строении нашем, которое мы видим, где находимся, это каждый камешек, это каждый человек в теле Христа. И вот он созидает это тело. Он, если он будет стоять на этом месте, где он стоит, он будет исполнять то, предназначенное, то, что ему необходимо. Окна стоят на своем месте. Если вместо окон мы кирпичи построим, будут ли они стоят, будет ли хорошо нам, видно будет здесь, светло ли будет. Крышу мы вместо крыши тоже плиты поставим, а крышу вот на стены сделаем. Вот это вот подобие тому, что тело Христа, оно созидается. И Христос, как глава церкви, как глава своего тела, Он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырами, учителями, проповедниками. Каждый стоит на своем определенном месте. Но есть в этом также и опасность тому, что не хотеть противиться тому, что Христос поставил. Противиться тому, что церковь созидалась. Есть люди, которые не созидают ее, а как-то не хотят искать мира. Вот это как кирпичи, которые будут торчать из стены. Вот люди, которые так упираются локтем, упираются, не хотят, вот ему как-то говоришь об этом, наставляют, увесевают, говорят о мире, единственное. Они как-то упираются, не хотят, ну нет, вот я думаю, что вот, как я думаю, это правильно. Не как Слово Божие говорить, не так, как Христос учит. Ну, я думаю, что вот так лучше, вот так правильно. Это вот подобные камни, которые живые камни, которые упираются. Вот это написано в 14 стих. Мы сами изучаем это слово, потому что Христос нам оставил свое учение. Сами понимать его, изучать его, молиться ему, служить ему. Когда будем понимать, но если мы упираемся, не хотим делать то, что он хочет от каждого из нас, то мы можем увлечься всяким ветром учения. Вот ветер, как он задул где-нибудь и каждый раз услышал, что-то услышал новое, вот туда-туда, может там лучше. А Лукавый уже у него хитрое искусство обольщения. Заметьте, он искусен, враг этот искусен в том, что обольщать людей. По человеческому учению люди, ведь мы все люди, все человеки, все. И вот Лукавый может искушать в человеческом нашем теле и увлекать нас, увлекать за собой. Видит овечка, когда противится, не слушает, она начинает бунтовать. Вот ветер задул где-нибудь какой-нибудь, и она услышала, о, вот это мне подходит, вот это я туда пойду, там хорошо. И улетает. Вот проходя на своей улице, там Лахнинская, Юбилейная, идешь там, а там такой ларек, булка называется. А там дальше стелси, там где пахнет очень вкусно. Дальше идешь там шаурмой на рынке. И вот представьте, идет человек, да, вот идет группа какая-то в определенное место, и нужно дойти. И вот запах этот. О, я хочу булочку зайти. Нет, мы же идем вместе, мы же идем все туда, нам же нужно вместе идти. Ну, вот мне так хочется этого. Я пойду и увлек. Увлек этот магазин. Следующий, еще один увлек, запах пошел, пирожных. А тому мясо запах пошел. И увлекает людей, и растеиваются, растеиваются люди. Вот это наподобие, как мы. Мы все церковь идем в единое место, в небеса. Мы созидаем друг друга. Мы созидаем друг друга. Не каждый сам себя, да, и себя по домам. Но когда мы вместе общаемся, мы созидаем друг друга. И вот Павел пишет также в Еписиан, здесь, в этой главе, в первом стихе. Первый и дальше. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. То есть, христиане, вы призваны Христом. Вы призваны, чтобы жить в этом мире и светить. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот, снисходя друг к другу, смиренно-мудрие, прощать. И что тут, в третьей стихе говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Современный перевод говорит, духовное единство узами мира. То есть, узлами мира сохранять вот это духовное единство. Не человеческое, можно сказать, духовное, чтобы одно учение у нас было. Один Господь, одно направление. Вот, и созидать узами мира. Потому что, если мы учение Иисуса Христа, может быть, понимаем как-то по-разному. Есть моменты, когда кто-то что-то по-другому понимает. Но это, может быть, не совсем они там очень, ну, такие очень серьезные, чтобы на них ссориться. Один проповедник говорил, глупые люди ищут того, что у них разное, и спорят об этом. А мудрые ищут того, что у них одно, и радуются этому. У нас одно, это Христос, это церковь, это одно. Это Иисус Христос, который умер на кресте за наши с вами грехи. И вот это единое наше. Вот это мы должны созидать друг с друга в мире, стараясь создать в мире. Обидел кого-то кто-то, а ты такой злой, вот меня обидел. А ты как сам, а ты как сам поступишь? Поступишь, как ты в этот момент? Простишь или тоже кого-то пойдешь обидишь? Чтобы так оторваться от того, что вот меня обидели, и я обижу. Или же в мире. Лучше быть униженным, но мир быть, узами мира. Зависть тебе, а ты мир, а ты ищешь мира. Господь, помоги мне избавиться от этой зависти. Не хочу я, чтобы она у меня была. Помоги мне. Мир. Искать мира. Что-то не так друг другу сказал, не так посмотрел, не поприветствовал. Но ищи мира. Подойди сам поприветствуй. Подойди сам, подай руку, чтобы... Одна сестра так же говорила, со мной никто не приветствует. Ну, никто со мной не хочет приветствоваться, я вот сижу. Ну, поднял ее пасыр, пойдем. Не может быть такого. Давайте поприветствуем. Поприветствую одну, вторую. Видите, приветствую же люди вас. Ну, встань ты и поприветствуй. Не просто сидеть, а и ждать. Ну, поприветствую, подойди с кем-то, поговори, пообщайся. Вот этот союз мира, искать мира. Потому что если мы вдруг други, сами в себе начинаем как-то вот обижаться, смотреть косо, мы уже разобщаем друг друга, разобщаем. Потому что по лукавству человеков, по искусству обольщения дьявол готов разбить эти узы. Это семейные узы, как сегодня говорили. Это братские узы, сестринские узы. Это Христово тело. Враг направлен на тело Христа. Помните это, что враг направлен на тело Христа. Не на тело. Своё люди, которые живут в мире. Он направлен, чтобы разбить. Потому что если не будет в нас единства, это как дом, который, ну, без крыши, или вместо крыши стена, или там вообще нет крыши, или кирпичи в разные стороны торчат. Это подобно нам. Это подобно вот телу Иисуса Христа. И в конце я прочитаю один стих, который также очень важен. В своей последней, вот, в молитве. Иисус Христос в молитве к Отцу Небесному сказал, когда перед Своим уже распятием, может, недолго осталось. И Он говорит, 21 стих, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Откуда уверует мир? Как Он уверует мир? Он видит, что вы едины. Вы едины, и люди хотят быть едины вместе. Потому что, как говорил Христос, на людей посмотрел и говорит, как овцы, не имеющие пастора. Заметьте на людей, посмотрите за людьми, понаблюдайте. Оно так и действительно есть, не как овцы, не имеющие пастора. Каждый, кто туда пытается, сюда, сам где-то что-то. Но когда церковь едина, в одном направлении идет, в одном учении, созидая друг друга, и узами мира, тогда мир уверует и узнает, что есть Христос, есть тело Его, и есть спасение в Иисусе Христе. Аминь.